Сегодня покажу, как нарисовать другое архитектурное сооружение, замок, который состоит из разных геометрических фигур. Здесь очень важно, чтобы ребенок эти геометрические фигуры все-таки рисовал как можно четче. Тогда рисунок становится более интересным, красивым, таким немножко сказочным. Мы начнем сегодня с гуаши. У нас должно быть четыре фигуры. Можно провести такую линию вспомогательную. В чем здесь сложность? Детям сложно закомпоновать все вот эти башни. Молочная с самого маленького. Закрашиваем. Так, чуть-чуть водички. Так, это будет, наверное, прямоугольник такой большой. Не забываем про крышу. Так, здесь делаем пуски сначала. Простой прямоугольник, а потом немножко вот здесь заостряем. Так, и последнее, наверное, вот здесь еще увеличу. Должно получиться вот так наискосок. Такая пирамида. Основа есть. Можно, в принципе, вот смотрите, здесь получилось очень мало места. Можно эту башню чуть-чуть пошире сделать немножко. Промываем кисточку. Берем темно-желтый и от замка показываем. Дорожку неровную, которая сюда может уходить. Так, теперь мы возьмем, наверное, акварель. Небо сделаем акварелью, чтобы получилось так легко. Немножко прозрачно даже. Ну, и синий везде разный. Тем более, я кисточку, наверное, не очень хорошо промыла. У меня получается такой оттенок. Ну, я думаю, что это ничего страшного. Убедительно придерживаем, если листочек начинает загибаться. Очень хорошо говорить, например, о времени суток. Если тем более краски нам как-то сами подсказывают. А почему бы и нет? Пусть ребенок подумает. Состояние погоды. Может быть, туман или раннее утро. Ясный день. Вечер. Это же интересно. Когда ребенок начинает фантазировать, рисунок начинает оживать. Оставляем сохнуть. Перемещаемся теперь. К земле. Ну, вот, кстати, можно тоже взять сначала акварель, а потом несколько мазочков добавить гуашью. Где-то, если будет растекаться, ничего страшного. Продолжаем. Продолжаем. Вот, смотрите, пусть даже она не высохла, я возьму травянисто-зеленый, светло-зеленый. И несколько мазочков добавлю вот возле замка, например, и где тропинка. Макс смешивается. Получается очень даже красиво. Здесь, в общем-то, маленькой кисточкой можно показать травинки на первом плане. Уже живее смотрится. Так, а вот изумрудным можно показать на дальнем плане уже деревья. Но у меня, к сожалению, осталось очень мало места. Если дети постарше, например, можно сделать мельче. Замок тогда больше будет пространства. Я показываю для более маленьких детей. Им сложно. Можно еще изумрудного чуть-чуть вот к замку. Промываем. Что касается окон. Можно взять... Так, ну ладно. Синий. В замке окна не очень. Большие, широкие. Так, они все равно большие получаются. Если дети, опять же, старше, с окнами вообще можно поиграть и сделать там узоры. Я, конечно, за то, чтобы всегда усложнять. Рисунок смотрится тогда очень интересно. Например, вот так. Например, вот так. Промываем. Так, мы еще к замку вернемся. Теперь рубиновый, наверное, лучше взять. Кстати, с крыши тоже можно поиграть. Если, например, сделать основу, а потом добавить какие-то очень интересные элементы. Черепицу, там какие-то переходы. Флаг там, предположим. Мальчишки очень любят указывать, какая сторона. Девочки, почему-то как-то спокойнее. Мальчишкам очень важно показать. Очень аккуратно к кончикам кисточки. Так, мы возвращаемся к замку. Вот смотрите, буквально чуть-чуть берем коричневого. Немножечко. Осторожненько. Делаем несколько мазочков. Ну, лучше бы, конечно, если бы тоненькой кисточкой. Ну, как бы тень показать. Где-то переходы. Так, и в конце, в конце, в конце можно другой, например, синий взять посветлее немножко. В принципе, для детей данного возраста достаточно. И так, очень много элементов. Им довольно сложно. Если дети постарше, попробуйте усложнить. Я уверяю, рисунок получится великолепным, очень красивым. Может быть, даже, знаете как, основу накидать, оставить, пусть он высохнет. И потом тонкой кисточкой, может быть, где-то кирпичики прорисовать, где-то камушки на тропинке. Я говорила, вот с окошками, если там, например, решеточку показать, да, там, черепицу. Рисунок будет очень красивый, очень сложный, иллюстративный. Поэтому, все на ваше усмотрение, пробуйте.